на фоне вы видите бой на новом йохе который можно было получить за марафон красиво затащил катку и в конце видео расскажу вам свое мнение про этого йоха с этой самой красной фурией ну а с вами варчик я вас приветствую приятного просмотра и сейчас расскажу очень много интересных новостей их прям куча во-первых в за 66 т борза в продаже будет с 11 сентября 1200 мск это польская птшка 8 уровня премиумное понятное дело с хорошими ттх вроде как все рассказывают на каждом углу я так понимаю придется мне его взять чтобы вам показать тоже еще когда он будет в продаже течение первых 24 часов с момента начала продажи будет доступно уникальное предложение на покупку приобретая один из пакетов можно будет получить боевую задачу на получение 11 жетонов раннего доступа это как раз таки те 11 жетонов которых не хватает до 9 уровня который можно будет докупить за золото по 800 за один жетон либо же вот леста придумала бонус для тех кто будет покупать при мптшку для тех кто донатит это выглядит как неплохой бонус это как будто бы полноценное развитие той ситуации когда выходит ветка и под нее выходит прям танк вместе с веткой здесь мы получаем ранний доступ где можно за простенькие задачки большую часть ветки закрыть и на халяву получить не тратив не серебро не опыт и не выкачивание этих танков не выводить их в топ и так далее они еще сами со слота появятся у вас в ангаре серебро не надо тратить это прикольно но чтоб двигаться дальше и получить девятку нужно либо золото потратить 8 800 либо вот успеть в первые 24 часа купить прям танк в каком-то там пакете еще неизвестно чего в него напихают сколько он будет стоить эти ли любители из лесты а также деятели до них очень сильно любили в пакетики напихивать столько параши что эти пакеты стоили как крыло самолета надеюсь там будет один дешевый пакет где только танк эти 11 жетонов в задаче и больше ничего лишнего кстати напишите в комментариях вы вообще вот кто-то брал самые дорогие пакеты которые вот с прям танками идут где там всякие кучи и непонятно чего есть вообще такие может быть это что-то прям выгодное скобочках нет в общем и целом для донатищах это выглядит как будто бы полноценно вот тебе прям танк вот тебе ранний доступ вот тебе завязка между ними ты сможешь дойти и получить всю ветку до 9 уровня в этом раннем доступе если купишь прям танк это как будто бы выгоднее чем просто 8 800 золота в бахать поскольку за 8 800 золота ты получишь жетоны и девятку а здесь ты получишь и прям танк и жетоны и девятку правда непонятно что нам еще задачи будут в этом пакете с прям танком ну и не донатища и аудитории наверное не прикольно будет очень долго ждать поскольку они смогут это прокачать аж 22 января с другой стороны они тоже смогут поучаствовать в раннем доступе и получить хотя бы ветку до восьмого уровня включительно уже начал монтировать видосы тут вспомнил я же нашел на форуме для вас информацию о том что эту борзу будут продавать еще и за золото интересно за золото будет идти в комплекте задача на 11 жетонов или нет обычно прям танки 8 уровня у нас все стоят 11000 золото 11 жетонов которых не хватает на девятку стоит 8 800 что интереснее просто потратить на девятку 8 800 или 11000 золото на восьмерку плюс 11 жетонов задачи на девятку схема интересная я думаю что леста с этой схемой получит очень много бабла фармить бабки они умеют тут нельзя с этим не согласиться ну и что меня печалит это 24 часа на покупку прим танка чтобы получить вот эту вот задачу на 11 жетонов я так сильно не люблю когда мне ограничивают по времени купи вот сейчас не завтра не послезавтра никогда у тебя появится деньги или желание это напрягает и приводит некоторых людей к необдуманным покупкам возможно некоторым вообще не впервые сети птшки без башни это все-таки геймплей узконаправленных для некоторых кому это нравится но сейчас понаберут и начнут играть непонятно что во первых нужно задаться себе вопросом надо ли нам вообще пт без башни до по ттх она выглядит неплохо да там есть приписка о том что ттх могут быть изменены без компенсации но неужели без этой приписки ветки не нерфят ветки не апают и так далее и жире балансе хоть есть это приписка хоть нету это просто лишний раз напоминание о том что сейчас она имба а в конце раннего доступа не понятно что поскольку некоторые танки в ветке девятка кажется очень сильно теряет пробитие с расстоянием прям очень сильно она там на расстоянии вообще не пробивает а десятка и прям танк вообще не теряет пробития не помню восьмерка прокачиваемо теряет или нет но то что я запомнил то что прям танк на расстоянии вроде как пробивает очень хорошо там буквально пробитие чуть-чуть падает там на 10 и у десятки тоже то есть странно что в одном месте так в другом по-другому обычно вдоль ветки выстраивают какой-то один геймплей с одной фишкой которая тянется вдоль ветки а здесь эта фишка скачет вверх вниз есть вероятность что со временем когда-то там потом через годик через два сделают всей ветки пробитие на расстоянии слабое поскольку это логично раз эту фишку запихнули либо у девятки сделают как у всех пробитие на расстоянии хорошие тут уже в зависимости от того что захотят с этим танком делать и веткой опускать или поднимать в принципе выглядит все более менее нормально почти за одним исключением от того что ты задонатишь или купишь эту пт-шку или возьмешь эти 11 жетонов просто за золото игра от этого никак не улучшится то есть мы поддерживаем разработчиков своей монеткой за то что они вот сейчас уже делают тем самым мы даем понять что вот игра в хорошем состоянии нам все нравится классно обалденно но у меня есть огромное количество вопросов к рандому это насколько он играбелен и как все в нем работает взаимодействует развитие игры именно рандомных боев содержание этих боев у меня огромное количество вопросов к этому всему и там есть что исправлять над чем работать но мы видим что очень много работы идет в сторону новинок каких-то нового большого патча 22 января 132 который самому событию раннего доступа у меня вопросов меньше чем в прошлый раз поскольку прошлый раз десятку можно было получить только когда-то там потом даже если ты закинул голды сейчас если ты закинул голды или вот купишь прям танк то вон там девятку ты получаешь и после нее сразу можешь качать десятку это как будто бы логичный ранний доступ а прошлая версия 1 ну какая-то была тухлая но наконец-то выход новой ветки с новым прям танком под эту ветку выглядит как-то как полноценная история следующая новость про тот самый легендарный большой патч 22 января показали главные награды лбз 30 так замечательно показали что в итоге ничего не показали у нас четыре танка есть за лбз 30 5 уровня по ходу танчик 8 9 и 10 5 уровня танк это армт это какой-то танк с барабаном который там по историческим каким-то там описанием стрелял очень быстро и беспрерывно просто долбил 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 пушка у него там было меньше 90 миллиметров поскольку 90 миллиметров это там уже надо было все переделывать он тяжелый орудия хорошо опускалась вниз но видимо там специальная щель в башне для этого и очень высоко поднималась вверх в общем это какой-то танчик с непрерывной долбежкой у него там какая-то система непрерывной подачи снарядов но по факту это танчик на барабан с тремя снарядами но опять же здесь все танки которые есть они в лбз 30 просто перелопатили их с евро серверов я вижу что эти все танки там вроде как были судя вот по новостям можно полистать посмотреть найти их но лес то их все переделала поэтому я думаю что вот этот рммт будет что-то не совсем то же самое немножко перекрученный но в общих чертах это что-то с небольшой пушкой которая долбит много быстро часто ну и скорее всего картонный картон на пятом левеле дальше переходим 8 уровня танк который очень сильно похож на тора итальянец девятого уровня системой дозарядки но этот 8 уровня и в него изменена пушка дульный тормоз в принципе внешне они немножко различаются девятка с восьмеркой это как в младший брат немножко леста его перекрутила и засунула в лбз какой-то непонятный там дульный тормоз из которого торчит как будто бы огнеметная пушка или пулемет на или непонятно что люди там спорят может ли быть огнеметная пушка длинной или короткой бывали длинные пушки но прикол не в это вообще непонятно что это параметров никаких нет будет ли это огнемет или какой-то пулемет хреново помешат следующий танк у нас это я так понимаю француз 9 уровня project мурат только опять проблема в том что у мурата улесты на картинке пушка выглядит по-другому она вначале толстая в конце тонкая она и у у мурата пушка всегда толстая принципе это все отличие визуально которое можно заметить но не факт что это вообще на что-то влияет это может просто визуал такой принципе если посмотреть посравнивать с картинкой которую леста добавила типа это главные награды за лбз 3.0 и найти такие картинки на ю то там просто немножко перелопатили эти модельки и в принципе все насколько она там по ттх разное непонятно поскольку никаких ттх мы и не видим ну и главная награда танк 10 уровня похож на mouse flag 88 это то что мы там тестили это mouse типа как с автопулеметами по крайней мере он в тот период там тестировался что это за автопулемет в общем и целом это грубо говоря большие пушки как для пулеметов но стреляет она в принципе как медленные крупнокалиберный пулемет какие-то такие вот барабаны непонятные там были еще автопулеметы которые быстро стреляли этот единственный который очень медленно стрелял что то такое вот стране некая короче вроде и не пушки и не пулеметы и барабан и автопулемет принципе какие-то такие награды за лбз 30 вроде показали картинку вопросов все больше ну и в конце хочу вам рассказать мнение про йоха эту красную фурию танчик за марафон который можно было получить бесплатно мое мнение что как для бесплатного танка пойдет он не должен быть там сверх имбовым но я бы не сказал бы что он вообще хоть в каком-то месте там сильный или имбовый он очень сложный очень неприятный играть на нем тяжело очень в редких ситуациях ты на нем можешь кайфануть в топе там против танчиков низкого уровня играя на картах где рельефы с большими перепадами ты можешь воспользоваться хорошими увнами орудия вниз очень сильно опускается и желательно чтобы это был какой-то средний ближний бой но чтобы вас не задавили из минусов у танка очень слабая боеукладка она ломается очень часто у танка очень кривая пушка да там точность более-менее на что-то похоже на стабилизация все портит кривой под калибр ничего не пробивает пробитие обычное есть вот это 8 и пушки с пробитием поинтереснее чем тут кумулятив неплохо пробивает но пушка все равно кривая огромный якорь на башне убивает всю броню да она у танка есть танкует он периодически неплохо но если корпус видно пробивает его в нлд и в нлд ломается боеукладка по 200 раз за бой если видно лючок и у него стреляет не голдой то в принципе он иногда что-то там отбивает даже нельзя сказать что он бронированный скорее там вбр мешает поскольку надо попасть в серединку у лючка а попадает она сикость-накость поэтому там иногда приведенка случается неплохая в общем и целом играть на нем тяжело но у него есть хорошие параметры которые позволяют держать циферки в хорошем состоянии эта скорость он неплохо так едет прямо неплохо поворачиваться корпус на фоне того что у него плохо поворачиваться башня башня это просто какой-то неповоротливый гроб есть места на карте где можно за счет у венов и того что танк высокий где-то там через заборчик или через кучку пострелять лючок за дом спрятать но не везде такая возможность есть не всегда получается от играть эту венов и пушка всегда кривая попадает очень редко но если попадает альфа хорошая но разброс такой жесткий что иногда альфа вылетает 320 иногда вылетает 500 это конечно смешной разброс в общем и целом если прям покупать этот танк я бы не стал на халяву да нормально но при том что у меня есть танков огромное количество практически все мне есть на чем поиграть и на этом я играть особо больше не хочу не вижу смысла фармит он нормально не сказал бы что там плохо или хорошо снаряды стоят как обычно как у всех 1000 за основной 4 там 400 или 4 чем-то за голду в общем целом танк как танк единственное что насколько хватит у вас терпения терпеть все его минусы ездить всегда со сломанной боеукладкой получать в этот якорь не успевать повернуть башню а если успели то пушка попадает по праздникам но в принципе за счет скорости доезжаешь когда-то там альфу даешь и за счет этого циферки собираются не такие уж и плохие как ни странно танк свое забирает но играется неприятно максимально минусов очень много я бы ему улучшил стабилизацию и это уже было бы неплохо а также залатал бы боеукладку поскольку у танка и так дпм а нет когда ломается боеукладка но это жуть с таким дпм и так никуда невозможно ворваться или поджаться поскольку любое вражеское ведро перестреляют нас на дпм принципе такое мнение про танк я бы его оценил как что-то средненькое на этом у меня все пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик и радик красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и